В эфире РБК Алфа. Мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Сейчас главные региональные новости к этому часу. Налоговые и неналоговые доходы бюджета Башкортостана с начала года снизились почти на 4%. В денежном выражении на 4 миллиарда рублей, до 101,5 миллиарда. Такие данные приводят в региональном Минфине. Всего в бюджет Башкортостана поступило более 124 миллиардов. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года на 3%. Основные источники доходов неизменны. Это налог на прибыль организации порядка 30 миллиардов. Рост к 2016-му более 15%. Налог на доходы физлиц около 30 миллиардов. 200 миллионов. Рост 4,5%. Налоги на имущество более 11,5 миллиардов рублей. Плюс почти 6 пунктов. Акцизы более 13 миллиардов рублей. С плюсом в 1,8%. В то же время расходы консолидированного бюджета республики за 8 месяцев составили 111 миллиардов 800 миллионов рублей. С символическим ростом на десятую процента. 77% расходной части направлено на социальные нужды. Правительство Башкортостана сменило госзаказчика строительства пристроек к хирургическому корпусу онкологического диспансера УФИ. Соответствующие функции переданы от компании «Медикал Групп» управлению капитального строительства. Причины смены госзаказчика ни в пресс-службе правительства, ни в региональном Минздраве не называют. Возможно, смене способствовал конфликт между «Медикал Групп» и застройщиком пристроя компанией СУ-10. 12 сентября бывшая компания госзаказчик через арбитражный суд наложила арест на строительную площадку в связи с выявленными ею нарушениями. А уже 18 сентября правительство республики экстренно сменило частную компанию «Медикал Групп» на подконтрольное управление капитального строительства. Напомню, споры по возведению пристроя к уфимскому онкодиспансеру продолжаются уже с 2012 года. В июле этого года с пятой попытки торги на сумму 1,2 млрд рублей выиграла калининградская компания «Янтарь-сервис Балтик». Однако Минздрав республики нашел нарушение в представленных ею документах. В итоге по решению ФАС контракт был передан уфимской компании СУ-10. Сетиск «Медикал Групп» к застройщику будет рассмотрен в арбитражном суде 28 сентября. Форум «Урал. Стройиндустрия» и ряд тематических выставок открылись сегодня в Уфе. На одной площадке собрались представители отрасли из нескольких десятков российских регионов, а также из-за рубежа. Ключевая тема – деловой программы «Социальное жилье». В целом эксперты рассмотрят ряд актуальных вопросов строительства и недвижимости. В их числе и проблема обманутых дольщиков. За последние месяцы, напомню, в Башкортостане прокатилась волна массовых акций протеста. Как заявили участники форума, компенсационный фонд, который заработает с января 2018 года, не решит проблему тех, кто уже попал в сложную ситуацию, но станет подушкой безопасности для новых покупателей. «Не совсем фонд, который создан для решения вопросов обманутых дольщиков. Это компенсационный фонд, в который застройщики при получении разрешения строительства и освоения нового земельного участка под строительство многоквартирных домов могут перечислять страховой взнос в размере 1,3%. Также уже до Нового года в республике может заработать схема, когда инвестору предоставят землю под строительство многоквартирного дома, где не менее 10% площади он обязан передать обманутым дольщикам. Еще одна актуальная тема обсуждения – снижение темпов ввода жилья. Тенденция характерна для всей России, и здесь эксперты видят нишу для строительных компаний. Одна из таких возможностей для бизнеса, настоящая ГЧП, это когда социальные задачи государства в кризисный год становятся источником инвестиций для бизнеса. Государство решает проблемы социально незащищенных и слоев населения, а строители получают работу». Серьезных вливаний из бюджета в жилищное строительство эксперты ожидать не советуют. Будущее видят в партнерских схемах государства и бизнеса, в частности у концессионных соглашений. Работа форума и выставок продлится до 29 сентября. Сейчас информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллары и евро синхронно просели, курс американской валюты снизился на 8 копеек и оценивается в 57.56. Евро в минусе на 51 копейку 68.55. Лучшие обменные курсы на данный момент – покупка доллара в банке «Финам» и «Промтрансбанке» за 57.35. Продажа в Россельхозбанке за 57.65 копеек. Наиболее выгодные предложения по покупке евро в Уральском банке реконструкции и развития за 68.34. Продажа также в Россельхозбанке за 68.35. На этом у меня пока все. Смотрите главные новости Башкортостана сразу после федеральных выпусков 8 раз в день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова